МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Республика в студии Александр Базаров и сегодня в новостях. Будьте здоровы! Кто займется здоровьем населения Республики? Финишная прямая. Когда с улицы композиторов Воробьевых уберут технику, оформят газоны и тротуары? И учиться, и выглядеть на отлично. Новым чувашским школьникам из Украины вручили школьную форму. Сегодня правительство Чувашия рассмотрело рязы конопроектов, которые предстоит принять в Госсовет у Республики. Самым обсуждаемым стал вопрос о республиканском бюджете Чувашии. Бюджет принимается в непростое время. С этих слов Михаила Игнатьева и началось заседание Кабинета министров. Но как бы то ни было, глава Республики призывает всех работать в напряженном режиме, а также заниматься оптимизацией расходов. В Республике социально ориентированный бюджет – это первое. Второе – все обязательства, которые мы брали на себя, мы их выполняли и будем выполнять. Третье – все расходы в проекте бюджета на трехлетний период у нас практически предусмотрены согласно наших принятых и утвержденных государственных программ. Министерство финансов сформировало бюджет на 2015 и плановый период до 2017 года. Доходная часть в 2015 году составит почти 33,5 миллиарда рублей, на 2016 год – 35,3, а на 2017 – 39,5 миллиардов рублей. Увеличение доходов предполагается за счет поступлений по НДФ 641,2 миллиона рублей, налога на прибыль – 164 миллиона рублей, налога на имущество – 67 миллионов рублей, налогов на совокупный доход – 74 миллиона рублей, и, соответственно, предполагается увеличение акцизов на 486 миллионов рублей. Еще одним вопросом, обсуждаемым на совещании, стал законопроект о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии на 2015 и 2017 года. Всего доходы бюджета фонда увеличатся в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 334,7 миллионов рублей. Размер подушевого норматива составит в 2015 году 8260 рублей, в 2016 – 8727 рублей и в 2017 году 9741 рубль на человека. Что касается расходов фонда на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, то они в будущем году вырастут на 3% по сравнению с 2014 годом и составят 10,5 миллиардов рублей. Юлия Важенина, Евгений Анитимов, Республика. Тем, как себя чувствуют жители республики, озаботились не только врачи, но и представители власти. Курс на здоровье населения взяли на заседании правительственной комиссии. Не пить, не курить, не нервничать, правильно питаться и побольше двигаться. Ничего нового для того, чтобы сохранить здоровье, пока не придумали. Эти простые истины знают все, а вот в жизненную позицию превращают единицы. Амбициозную задачу переломить сознание граждан поставили перед собой в правительстве Чувашии. Для начала в интернете провели опрос. Для изучения мнения населения по вопросам сохранения здоровья, здесь бы мне хотелось обратить ваше внимание, поскольку в интернете опроса на сегодняшний день приняли уже более полутора тысяч человек. Обратите внимание, что на первом месте люди отмечают, что вред здоровью на них оказывает стресс. Следующий фактор – это недостаточная физическая активность и потом идет уже неправильное питание. Однако, если мы посмотрим, как народ предлагает укреплять свое здоровье, то на первом месте ставят посещение в бане, причем это писали люди сами. Оценив уровень знаний граждан, профессионалы взяли дело в свои руки и разработали так называемый профиль здоровья. В этом документе прописаны слабые стороны республики и то, на чем стоит сделать акцент. К примеру, благоустройство городов, доступность занятия спортом, культура питания. Как именно планируется оздоравливать население, всем было понятно. Председатель госсовета Юрий Попов подытожил – главный враг – не вредные привычки, а лень. И здесь медицина бессильна. Лекарства от лени нет никакого. К сожалению, лень пропадает сразу, как только диагностируется какое-то заболевание. Поэтому здесь, к сожалению, мы все устроены так, что начинаем думать о своем здоровье, только когда попадаем в лечебное учреждение. Так или иначе, первые результаты применения профиля здоровья ожидаются уже весной. По нему с докладом отчитаются в марте. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. Более ста человек за последнюю неделю отравились курительными смесями в разных городах. В Чебоксарах на предмет отравления обследуются 20 человек. У четырех диагноз уже подтвержден. Между тем, фракция ЛДПР в Государственной Думе предлагает вернуться к рассмотрению законодательных инициатив регионов по запрету спайса. Необходимо принять законодательные меры, признать синтетические продукты, производимые в домашних условиях, не в медицинских целях и не имеющие какой-либо сертификации, наркотическими средствами. Давайте примем такой закон, чтобы наконец развязать руки ФСКН, полиции, ФСБ и другим структурам, чтобы органы безопасности могли бороться с убийством наших граждан, которое на сегодняшний день является чуть ли неузаконенным. Призвал депутат от ЛДПР Виталий Злачевский. А тут, так поняла, школная форма. Я хожу в Ядрине, я живу в Ядрине, в школу номер три, нормально учиться, совсем познакомилась. Да, свойство было сложно, а так, ну уже город уже мы узнали весь, знаем, где что находится, уже привыкли. Настя стала одной из 12 детей, кто получил новую форму сегодня. Всего же в течение месяца костюмами были обеспечены 60 нуждающихся ребят. И это вручение было заключительным. Организации нашей республики подготовили, сшили на них форму, им подарили, чтобы они знали, что для них здесь все расположено, что они учатся, что они так же, как и все остальные красиво одеты, ничем не обделены. Поэтому я надеюсь, что они будут чувствовать себя хорошо, уютно, будут учиться только на пятерке и вырастут достойными гражданами Российской Федерации. Реконструкция улицы Композитор Воробьевых вышла на финишную прямую. Движение по ней открыто уже больше недели. Что еще осталось доделать, узнала наша съемочная группа. Трава на газонах пока не зеленеет, и пешеходам все еще приходится обходить технику и щебень. Работы по реконструкции улицы Композитор Воробьевых продолжаются. Еще до начала укладки дорожного полотна здесь переносили коммуникации. Теперь их предстоит подключить. При реконструкции дороги был вынесен переложен водопровод диаметром 600 мм. В настоящий момент происходит переврезка всех абонентов с этого водовода на вновь уложенный водовод. Вновь уложенный водовод промыт, подготовлен к подаче воды, и после переврезки абонентов будет пущен в работу. Те, кто проживает неподалеку от данной улицы Красной площади и Держинского, из-за данных работ сегодня с 9 утра остались без холодной воды. Зато, когда процесс завершат, можно будет приступить к благоустройству. Здесь всего 474 метра, хотя коммуникации газовых переложено километр 700, около 500 метров водоводов. Переложено 2 с лишним километра, 2,5 километра силовых кабелей. Установлены опоры новые, светильники. Работы все выполнены, осталось сделать благоустройство после переврезки. Вы видите, что кусками осталось. Осталось немного газонов, вот вы видите перед вами. И самое главное, те куски, где сейчас завершаются работы. Завершить работы полностью планируют уже в эту пятницу, 3 октября. Ольга Пыречкина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня утром на пересечении улицы Карла Маркса и бульвара электропорачиков произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель Лады Гранты начал разворачиваться недалеко от остановки Дом торговли, не уступив автомобилю, умевшему преимущество. Подробности аварии и их последствия в нашем следующем сюжете. На данном участке дороги авариями уже никого не удивишь. Сегодня тут вновь столкнулись две машины. Лада Гранта и ВАЗ-2115. В результате ДТП один из автомобилей вынесло за пределы дороги и перевернуло. К счастью, водители машин были пристегнуты, благодаря чему им удалось избежать серьезных травм. Но неизвестно, сколько еще автомобилей и их пассажиров пострадают на данном участке. Данный перекресток является действительно у нас очагом дорожно-транспортного происшествия в течение года. Потому что отсутствие светофорного объекта и дополнительных организационных мер по обеспечению безопасного дорожного движения. Но в связи с этим нами был уже поднят вопрос в администрации. И на следующий год администрация должна заложить финансовые потоки для того, чтобы установить на этом перекрестке светофорный объект и перенести остановочный павильон чуть выше бульвара электроаппаратчиков. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев встретился с начальником Приволжского таможенного управления Сергеем Рыбкиным. На рабочей встрече обсудили высокий объем экспортно-импортных операций Чуваши, а также рост экспорта товаров в Поволжье. Как отметил начальник таможенного управления, в последнее время наметилась тенденция к сокращению временных и финансовых издержек таможенного оформления. Так, 55 предприятий предварительно декларируют увозимую из-за рубежа продукцию, чтобы с приходом груза сократилось время на его оформление. В свою очередь глава республики Михаил Игнатьев отметил достойные результаты Чувашского таможенного поста по ряду ключевых показателей. А в объеме экспорта и импорта в республике лидирующие положения занимают предприятия химической отрасли, машиностроения и электротехники. В частности, в два раза увеличился объем спецтехники, производимой шумерлинскими предприятиями. Сегодня в Чебоксарах состоялось очередное мероприятие, посвященное приближающемуся международному форуму «Россия. Спортивная держава». Во Дворце детского и юношеского творчества в режиме «Нон-стоп» в течение всего дня проходил фестиваль «Твой успех». Что необычного и увлекательного могли увидеть гости праздника, знает наша съемочная группа. Проведение фестиваля «Твой успех» передается по эстафете. Наш город принял ее указания и провел праздник не хуже. Хореографию, вокал, инструментальную музыку и многое другое в исполнении детских и юношеских коллективов могли увидеть и услышать все, кто посетил международный фестиваль. А сегодня на фестивале наши самые творческие коллективы, самые талантливые ребята показывают свое мастерство на сцене городского дворца. Фестиваль «Твой успех» был запланирован заранее. Тем самым наши ребята приобщаются к мероприятиям форума «Россия. Спортивная держава». Может быть, кто-то не достиг успеха в спорте, но он достиг успеха в области искусства. И сегодня ребята это демонстрируют. Мы сегодня танцевали «Адажи весенних грез». Этот танец ставила наша руководительница Анна Георгиевна. Костюмы мы шили. Они называются шопеновки. После выступлений творческих коллективов, а их было более 60, гостей ожидали мастер-классы в области рукоделия и прикладного искусства. Так ученицы 47-й школы уже в течение 4-х лет посещают дворец детского и юношеского творчества, обучаясь основам шитья. Нам очень интересно. Мы шьем для себя костюмы, делаем разные игрушки и дарим своим близким и родственникам. Этому и не только могли обучиться на фестивале. Причем, кроме новых умений и знаний, каждый участник получил памятные подарки и сертификаты. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. 10 октября национальному телевидению исполнится 3 года. В честь этого события мы исполняем мечты наших телезрителей. Одно желание уже было исполнено. Вы пишете о своей мечте в официальной группе национальной телерадиокомпании «Чувашия» ВКонтакте. Мы выбираем самые яркие пожелания и стараемся их исполнить. На прошлой неделе сбылась первая мечта. Ее заказчиком была девушка Светлана, которая очень хотела устроить праздник детям из реабилитационного центра. «Сказано, сделано». Ребята повеселились от души. Игровые автоматы, научно-развлекательная программа, чаепитие и сладкие призы. В общем, праздник удался. Мы очень рады, что есть такие неравнодушные люди, как Светлана, которые еще умеют загадывать такие желания, которые не связаны ни с какими бытовыми и необходимыми потребностями. «С праздником!» Сегодня вы увидите исполнение второго желания. И чтобы сбылась эта мечта, понадобилось взмыть высоко в небо. Все подробности сегодня в 20.30 в программе «Три желания». Не пропустите. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин